Дело в том, что когда был маленький, я пытался быть похожим на своего старшего брата Сашу. А старший брат Саша в туалете всегда читал книжку. На 7 лет я старше. И я, естественно, пытался не то, чтобы книжку читать в туалете, а читать ту самую книжку, что и старший брат. Это была такая книжка, да и на белого пятна. И я потом понял, что цены сидят не только в этом, и только Робин Занада, но она издавалась западно-сибирским издателям, и, наверное, мало кто из вас ее читал в юности. Михеев такой, Михаил Михеев, «Тайна белого пятна», «Вирус Б-13» он написал. А однажды я узнал, что он похоронен рядом с Янкой Дягилевой на нашем женой сибирском кладбище, и мы пришли на его могилку, и она оказалась совершенно заброшенной, то есть заваленной всякими листьями, мусором. Мы ее почистили, сходили за водочкой, помянули и спели вот эту песню прямо на могилке «Тайна белого пятна». Тайна белого пятна, тайна темного окна, заколочен я вверх. Это корень и гена, я останусь навсегда, ты поверь. О, огня, хватит силы для меня, для меня, для меня. Никогда не кончается война, никогда. Поверал без лишних слов, хоронили без цветов, как всегда. Поверал без лишних слов, хоронили без цветов, как всегда. О, огня, хватит силы для меня, для меня, для меня. Никогда не кончается война, никогда. Теплым камушек поднял, да на счастье для меня. Перепутал все пенди, и торцовый пенди. О, огня, хватит силы для меня, для меня. Никогда не кончается война, никогда. Субтитры создавал DimaTorzok